26 декабря. Евгений, Арсений, Аркадий, Евстрад. С этого дня принято было в течение 12 суток за погодой следить. Считалось, что каждый новый день погоду целого месяца предсказывает. Так, например, 26 декабря соответствовало характеру января, 27 на февраль указывало, а 28 декабря было марту подстать. И так до самого Рождества. А оно, в свою очередь, выражило погоду декабря следующего года. Но хоть и был Евстрад, солнышкурат, а только со спиридона солнцеворота, пережив поворот, метели брали разворот. А связываться с этими снежными барынями охотников не находилось. Потому что с давних пор жило в народе мнение, согласно которому метели черти заваривали, справляя в снежной круговерте свои нечистые свадьбы с местными ведьмами и колдуньями. Путник, случайно попавший в бесовский хоровод, мог выбраться из него благодаря молитве и особому чародейному кольцу, бросив его в отчаянную минуту под ноги со словами «Кольцо, мое кольцо, не ударь в грязь лицом». Впрочем, некоторым помогала выйти из метели обычная навощенная нитка с узелком на конце. Говорят, она, упав на землю, всегда узелком к дому ложилась, где уже и не чаяли увидеть живым, затерявшегося в метели, путника. А потому, по присущей всем русским привычке, то Бога о помощи молили, то ругали ушедшего последними словами, причитая «Не послушался дурак старших, вот и заблудился, а был бы умным, лежал бы себе на печи, сбоку-набок переворачиваясь, от сна к сну переходя». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok